МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАПЛАТИЛ Налоги, но спокойнее спать не стал. Ага. Ясно. СИП «Нефтигрупп» тебе надо. А они помогут? Помогут. И с налоговой, и с отчетностью. Ну ты позвони им, сам все узнаешь. СИП «Нефтигрупп». Консультации, ведение компаний, юридическая помощь в миграции компании, в том числе альтернативная ликвидация. СИП «Нефтигрупп». Здравствуйте. Это программа новости «Сургут-24». Вас приветствует Виктория Анисимова. В начале выпуска коротко о главных темах. Вторая жизнь. В «Горсвете» рассказали и показали, как реставрируют уличное ограждение Сургута. Ждать ли жителям возвращения знаменитых поросячьих заборчиков. В городских лагерях дневного пребывания уже отдохнули около 8 тысяч детей. Как развлекали ребята и сколько площадок открыты сегодня? И ни денег ни жилплощади. Жительница Сайгатина утверждает, что у нее забирают дом, за который она заплатила 11 миллионов. Что говорят приставы? В Хантамансийске на территории археопарка появилась солнечная батарея. Ее собрали и установили участники форума «Утро». Закрепили источник энергии на крыше качели. От нее можно зарядить телефон, а чтобы ожидание генерации электричества прошло веселее, прокатиться на аттракционе. Конструкция останется в археопарке. Это подарок Хантамансийску от гостей из других делегаций. Молодые специалисты смастерили батарею прямо во время одной из дискуссий. Как объяснил представитель делегации Югры, установка не боится морозов, непогоды и может располагаться на улице в любой сезон. Некоторые участники форума в социальных сетях поделились, что приспособление уже пригодилось. Почти две тысячи секций уличных ограждений с начала лета привезли на территорию Гурсвета. Предприятие выполняет реставрацию и установку обновленных заборов. Журналисты «Сургут-24» побывали на месте и увидели, как сургутским заборчикам дают вторую жизнь. Они приезжают в разном состоянии. То есть состояние ограждения довольно тяжелое. Задача моего предприятия стоит в том, чтобы ограждение отреставрировать, то, что подлежит реставрации, окрасить, поставить, забетонировать, ну и установить в тех местах, которые нам указывает дорожная дирекция. Обдавленные ограждения уже можно увидеть на Нефтьюганском шоссе, перекрестке улиц Бахилова и Бажова, улице Мира. Часть заборов, к сожалению, отреставрировать невозможно. Тогда предприятие сдает их на металлолом. Вырученные средства поступают в казну города. Те ограждения, которые подлежат восстановлению, первым делом очищают от старой краски, после приваривают недостающие детали. Сварщик восстанавливает ограждения, которые уже обработали, почистили, приваривают вот эти усы, их обваривает и готовит ограждение к покраске. После, допустим, сварочных работ, определенной, допустим, обработки сварочных швов, все это дело обезжиривается и поступает к малярам. Маляры красят все заборы на два слоя в цвет под названием зеленый мох. Розового не будет. Состав покрытия, по словам директора Горсвета, достойный. Однако, сколько именно краска продержится на конструкции, специалист сказать не решился, так как, по его мнению, все зависит от условий, в которых стоит ограждение. Работают маляры и на месте установки. Они подкрашивают сварочные швы. Как отметил руководитель предприятия, при сборке и установке заборов особое внимание сотрудники обращают на рисунок изображенный на них. Заканчивается процесс с бетонированием конструкций. Около 8 тысяч юных сургутян за лето успели посетить городские лагеря дневного пребывания. Самый жаркий и многочисленный сезон – первая смена. В июле в муниципалитете работало 60 площадок, их посетили 7,5 тысяч детей. Во второй и третий месяца лета, как правило, спрос на такой вид досуга снижается. Родители чаще всего организуют ребятам отдых самостоятельно. В августе при школах в Сургуте работают всего два лагеря. На сегодняшний день пять лагерей работают в городе лагеря дневного пребывания. Два из них в системе образования города, лицей Хисматулина. 175 ребят, и на двух объектах этого учреждения сегодня созданы возможности для посещения лагеря, а также шестая школа. Кроме того, сегодня ребята, проживающие на Олимпии из Луганской и Донецкой народных республик, также имеют возможность посещать лагерь на площадке шестой школы. Такой возможностью воспользовались девять ребят. Им предоставили организованный транспорт, который отвозит детей в лагерь утром и привозит на базу Олимпия днем. Несмотря на то, что в августе количество юных посетителей учреждений дневного пребывания снижается, программа отдыха для них остается насыщенной. Не дает ребятам скучать в последний месяц лета спортивные и творческие конкурсы, а также выездные мероприятия. Программа была разработана с учетом того, что все-таки 2022 год приурочен к году наследия, культурного наследия России. Исходя из этого, мы и составляли мероприятие. Как вы сегодня увидели, территориализованное представление современной, сказки на современный лад. Также у нас состоится конкурс рисунков. Запланирован у нас выезд в музей Салманова, в Краеведческий музей мы планируем детей вывезти. То есть постоянно находиться в стенах учреждения дети не будут. Югра попала в топ-5 рейтинга по доступности цен на бензин. Согласно исследованиям экспертов РИА Новости, в автономии на среднемесячную зарплату можно приобрести 1680 литров топлива АИ-92. На первой строчке оказался сосед нашего региона Ямало-Ненецкий автономный округ. Там жители в месяц могут заправить бак на 2380 литров. На втором и третьем месте списка стоят Москва и Чукотский автономный округ. Там от владельца могут себе позволить купить 2110 и 1920 литров горючего соответственно. Самый дорогой бензин оказался в республиках Северного Кавказа. Там можно залить в бак на среднемесячную зарплату чуть больше 500 литров. Заплатила 11 миллионов за дом, а меня из него выселяют. С такой проблемой в редакцию телеканала «Сургут-24» обратилась жительница Сайгатина. Женщина попросила помочь, ведь приставы просят ее покинуть жилплощадь вместе с семьей. Однако, как обычно бывает в конфликтных ситуациях, все не так просто, как кажется на первый взгляд. В ситуации попыталась разобраться и пообщалась с героями истории Валерия Кудрявцева. Имя одной из участниц истории мы изменили по ее просьбе. В доме по адресу «Заводская-2» в деревне Сайгатина Инга вместе с семьей живет с 2015 года. Рассказывает, сначала квадратные метры женщина снимала, а спустя год собственница решила продать жилплощадь. Дом так нравился семье, что они решились купить его. Стоимость, по словам женщины, оказалась немалой – 11 миллионов. Поэтому платить решили в рассрочку. Мы заключили договор предварительный, прописали все условия, что стоимость такая, поскольку мы платим ежемесячно, ежемесячные были выплаты ей. Когда мы закончили выплачивать все суммы, ну, полностью сумму за этот дом, оказалось, что собственник не собирается переоформлять совсем. То есть она потребовала вернуть дом. А еще мы заключили предварительный договор, но и заключали договор пользования домом безвозмездно, так как мы платим, что мы за аренду не платим, как платим в счет покупки дома. Когда этот договор закончился, она с нами должна была заключить договор купли-продажи. Но договор купли-продажи она не заключила. Все это стало основанием для того, чтобы собственница выиграла несколько судебных дел. Однако Инга в ответ подала иск о понуждении заключения договора купли-продажи. Но проиграла его, так же, как и апелляцию, и несколько исков о признании договора заключенным. Но женщина не сдавалась и в отчаянии обратилась в правовой центр программы «Человек и закон». 20 мая 2021 года с помощью правового центра «Человек и закон» за нами было полностью признано правособственности в полном объеме. Даже это решение вступило в законную силу в июне. Но сторона ответчик не согласилась с таким решением. Вторая сторона подала апелляцию, и решение суда отменили. Инга написала жалобу по этому поводу. Сейчас, по ее словам, она находится в Верховном суде, но еще не рассмотрена. Тем временем женщине вручили уведомления о выселении всех проживающих в доме. 3 августа для исполнения решения на место приехали судебные приставы. Встречали их все участники конфликта и их группы поддержки. Со стороны Инги, по ее словам, приехали адвокаты, из-за которых попасть в дом приставам удалось не сразу. После того, как судебные приставы оказались внутри дома, журналистам Сурву-24 согласилась поговорить с собственницей квадратных метров. Юлия Жученко объяснила, почему хочет выселить жилплощади Ингу и ее семью. Инга утверждает, что все подтверждающие документы о платежах за дом у нее есть на руках. Однако, собственница настроена решительно. В итоге, сколько из 11 миллионов? Это мое дело и ее дело. Все, что было, умерло. Уже нет ни предварительного договора, ни графика, которую она погасла. Все в рукописи есть. И об этом мы разговаривать будем в суде. Предварительная служба, не насколько я знаю. Завтра я еду в суд со своим адвокатом. Считает Инга, что и выселяют из дома ее вместе с семьей незаконно. Однако, у судебных приставов другое мнение на этот счет. В отделении судебных приставов по Саргутскому району возбуждено исполнительное производство о выселении. В рамках указанного исполнительного производства должнику неоднократно вручалось требование об исполнении решения суда. На сегодняшний день основания для представления исполнительного производства отсутствуют. Решение суда о выселении подлежит исполнению. Кто прав, а кто виноват, решать будет суд. Вероятно, чтобы докопаться до истины, предстоит еще не одно заседание. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут-24, Сайгатина. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Корреспонденты телеканала Сургут-24 продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте www.indefisnews.ru. Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До свидания. ОМЕДИЯ и Сургут-24 при поддержке администрации Сургута и Сургутского государственного университета представляют День физкультурника. 14 августа приглашаем весь город на большой Хоуп О'Нейр на площади театра Сургут. В программе мастер-классы для взрослых и детей, батуты и анимация, фитнес-зарядка и спортивные соревнования, зона фудкорта. Хедлайнеры Оксана Ковалевская, группа краски Митя Фомин и Ханна. Обязательно будет салют. Генеральный партнер компания «Этажи». Партнеры бренд модной одежды «Анетта Гёртс». Группа компаний «ДСК-1». Твоя школа и магазины детской одежды «Киндер». 14 августа «Большой Хоуп О'Нейр» на площади театра Сургу. Ноль плюс. Найди свой дом на этажи.ком. «Этажи». У нас все дома. Подчеркнуть индивидуальность? А может кардинально изменить стиль или создать новый образ? Магазин «Модный дом» представляет дизайнерские коллекции одежды из Европы и России. Стилисты магазина помогут составить гардероб и выбрать наряды, созданные специально для вас. «Модный дом» – ваш любимый гардероб. Улица Киртбая, 11 ТЦ «Альфа». Магазин «Модный дом». Что отличает хорошую стоматологию «Гарант» от обычной клиники? Конечно же, используемые при лечении материалы. В «Гаранте» они только качественные и от ведущих западных производителей. В хорошей стоматологии «Гарант» используется новейшее оборудование, чтобы ваше лечение проходило максимально комфортно, безболезненно и, что особенно важно, эффективно. В стоматологии «Гарант» полный спектр стоматологических услуг от отбеливания до сложного хирургического лечения. А еще стоматологию «Гарант» отличает врачебный состав. Это высококвалифицированные специалисты, которыми гордится клиника и которых любят пациенты. Приятным фактом станет то, что мы проводим лечение по полисам ДМС, а также предоставляем рассрочку. Хорошая стоматология «Гарант» – гарант хорошего лечения. Цирк «Шапито Мариарт» по многочисленным просьбам продлевает гастроли. До 5 августа на площади ТРЦ «Сетьмол» знаменитый цирковой семейный мюзикл «Принцесса цирка». Крылатые феи, лазермен, силачи, акробаты и экрилебристы. «Принцесса цирка». Билеты на сайте mariartshow.ru и в кассе «Цирка 0+.» Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Через 100 метров поверните налево. Пицца «Фабрика». Доставка от 30 минут, несмотря ни на что.